Дорогие коллеги, дорогие друзья, тема программы поддержки детского и юношеского чтения сейчас звучит буквально на всех площадках, ну в данном случае Санкт-Петербургского культурного форума. И иногда возникает ощущение, что, ну знаете, уже как бы, ну уже хватит, наверное, об этом говорить. Но я смотрю в зал и понимаю, что говорить об этом нужно еще и еще раз, во-первых, потому что здесь в зале я вижу много новых лиц, правда, большинство из них хорошо нам знакомы, и мы им очень рады, но тем не менее, понимаете, вот принятие программы поддержки детского и юношеского чтения на государственном уровне, в общем-то, это своеобразная революция в нашем с вами деле. Итак, та программа, идею которой одобрил Дмитрий Анатольевич Медведев в прошлом году, в 16-м году на Красной площади во время книжного фестиваля Книги России прошла все согласования, была она разработана большой группой экспертов, скажу сразу, что туда входило более ста специалистов, и туда входили и библиотечные работники, но, естественно, входили представители наших дружественных учреждений, ведомств, ученые, социологи, психологи, педагоги, это естественно, потому что эта проблема общая для всех. И поэтому вот та, например, рабочая группа, которую возглавила РГДБ, мы собирали большое число круглых столов и обсуждали разные аспекты этой проблемы и с книгоиздателями, и с социологами, и со специалистами по семье, по демографии и так далее. То есть работа была проделана очень большая, достаточно долго эта программа, вернее, концепция этой программы проходила согласование, особенно такие подробные согласования прошли в Министерстве образования и в Российской Академии образования, в педагогическом сообществе, и к нашему общему с вами счастью, эта программа была подписана, о чем было объявлено опять же на Красной площади уже в этом году. Дмитрий Анатольевич Медведев во время встречи со специалистами детского книгоиздания и книгораспространения как раз и сказал о том, что он с удовольствием подписал эту программу и что она действительно станет под программой, государственной программы информационное общество. Получила она, как видите, номер пять сейчас, да, внизу тут было номер пять, и в настоящее время работала межведомственная группа рабочая, которая занималась уже подготовкой плана первоочередных мероприятий этой программы. Этот план в настоящее время отправлен уже на согласование в Министерство экономического развития, там будут считать и просчитывать все наши предложения, но я в сегодняшнем своем докладе позволю себе в какой-то мере представить вам этот план. Для чего? Ну, конечно, мы с вами не даем стопроцентной гарантии, что все пройдет из этого плана после вот этих вот всех согласований, но какие-то основные направления и какие-то свои основные задачи, может быть, какие-то идеи, я надеюсь, вы сможете уже сегодня для себя подчеркнуть. Отличие программы, прежде всего, и естественно, если это касается детского и юношеского чтения, это дифференцированный подход. То есть мы рассматриваем при общении к чтению детей с самого малого возраста и до 18 лет, 17 лет включительно, ну, по сути говоря, до окончания школы. И вы прекрасно понимаете, что подходы и методики при общении к чтению здесь существенно различаются. Я, вы знаете, сегодня не буду вот зачитывать это все, презентация останется, и мне кажется полезным то, что потом вы сможете ее увидеть на сайте форума и какие-то вещи еще раз просмотреть. Но не могу не отметить то, что активное участие детей в самой программе, и это уже показал проект в Центре одаренных детей «Сириус» этим летом, когда, вы знаете, мне вначале показалась даже какой-то слишком смелая эта идея, с детьми обсудить концепцию. Ну, вы понимаете, что такое концепция? Я думаю, многие уже читали этот документ. Это определенный язык, определенный стиль, но, вы знаете, получилось очень интересно. И дети на самом деле подсказали какие-то интересные точки, интересные проблемы в чтении, сказали, что бы им хотелось видеть в нашей работе. И вот не могу не привести один пример. У нас работала Мария Александровна Веденяпина там в качестве, так сказать, руководителя, одного из руководителей этой литературной смены. Вот она отметила какую вещь. Знаете, меня она даже немножко так раздосадовала эту вещь. Дети одаренные, 75 человек, вот это смена литературное творчество. Только двое из Питера и из Москвы, остальные регионы, вся наша огромная страна. Дети все записаны в библиотеки. Но лишь 4% ответили, что они, ну, как бы видят в своем, в осуществлении своих творческих замыслов там, еще в чем-то библиотеку. То есть все у них сосредоточено на школе. А библиотеку, они, видите, как-то вот... Вот наша задача с вами, чтобы они нас еще больше увидели. И как бы мы должны создать для них соответствующие условия. Вот это вот основные 5 разделов. Те, которые составляют концепцию и по которым составлялся этот самый план. Что же делать с библиотеком, поскольку тема моего выступления, роль публичных библиотек. Что мы с вами имеем на сегодняшний день? Ну, собственно, нам есть чем гордиться. У нас большая разветвленная сеть библиотек обслуживающих детей. Безусловно, это система специализированных детско-юношеских библиотек, которая в настоящий момент насчитывает 3501 библиотеку. И это тот, я бы сказала, та основа, с которой могут работать все другие библиотеки. Потому что именно эта сеть накопила наибольший опыт и традиции в обслуживании детей. Имеет специалистов, ресурсы, методики. И эти библиотеки открыты для взаимодействия со всеми другими библиотеками. Конечно же, обслуживают детей школьные библиотеки, безусловно. И, безусловно, публичные библиотеки, общедоступные библиотеки, так называемые для взрослых, сейчас все чаще и чаще включают в сферу своей деятельности обслуживания детей. И вы знаете, нас это нисколько, так сказать, не огорчает и не пугает, это закономерно. И это правильно. Дети-то у нас с вами одни. Факт только в том, чтобы мы с вами умели это делать качественно, умели это делать интересно, и чтобы результат не заставил себя ждать. Напомню еще раз для тех, кто, может быть, не знает, хотя я очень надеюсь, что знают все. Вот в первой половине нашего заседания здесь приводились такие слова, что нельзя управлять тем, чего нельзя измерить. Ну вот применительно к детскому обслуживанию библиотечному у нас тоже до сих пор, в общем-то, картина единой по всей стране, кто обслуживает детей. То есть мы знаем специализированные библиотеки, а вот публичные далеко не весь опыт мы еще знаем. Для этого мы затеяли вот этот самый статистический портал, которым, наверное, уже многие пользуются. И я всех еще раз пользуюсь случаем призываю участвовать в нем, потому что участие в этом портале дает нам ту самую общую картину библиотечного обслуживания детей, на которую мы можем опираться и строить свою работу и в том числе строить свое взаимодействие с властью. То есть показывать, как ваш регион отличается от соседнего, от всей страны и так далее. Поверьте, вот эти факты, они очень хорошо применяются в нашей работе. Итак, то, что я говорила по разделам плана. Я здесь вынесла какие-то основные мероприятия, и это далеко не все мероприятия этого плана. Мы выбрали только то, что касается Министерства культуры и наших общедоступных библиотек. Ну, если мы говорим о научно-исследовательской составляющей, только что у нас было большое награждение, мы понимаем, как важны исследования. И здесь нам тоже нельзя обойтись без всероссийских и региональных исследований. Так что нужно продумывать методики и нужно участвовать потом во всероссийских исследованиях, которые будут проводиться вот по этой проблеме. И еще одна важная вещь, она, правда, в большей степени относится к Миноборнауке, но это та самая система, национальная система классификации читательских компетенций. Вы все хорошо знаете вот эти слова ПИЗа, ПИРЛС. В ПИРЛС мы на первых местах, в ПИЗе скатываемся ниже. Но дело в том, что эти классификации в большой степени не учитывают наш российский менталитет, наше то самое смысловое чтение и так далее. Поэтому специалисты постараются вот эту задачу каким-то образом решать. Поддержка детской литературы, книгоиздания, книгораспространения. Что здесь важно для нас, как для библиотек? Это, в общем-то, проблема наших с вами фондов. Если вы взрослая, общедоступная библиотека, то вы знаете прекрасно по международным нормам. Если вы беретесь обслуживать детей, в вашем фонде должно быть не менее 30% детской литературы. А если у вас библиотека небольшая, например, сельская, то это вообще половина на половину. Скажите мне, пожалуйста, у кого такие нормативы сейчас выполняются? Не думаю, что у многих. Проблема с комплектованием стоит очень и очень остро. По нашим данным, только в сети детских и детско-юношеских библиотек все последние годы сокращалось ежегодно комплектование почти на 22%. И только в прошлом году произошел прирост за счет так называемых президентских денег, которые Владимир Владимирович решил выделить на комплектование именно детской литературой. Поэтому вот как раз если пройдет формирование и реализация государственного заказа на обеспечение детской литературой, то это будет большое завоевание и существенная поддержка для наших библиотек. И второй момент, который не вошел в этот план, но он вошел как отдельное распоряжение по результатам встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ему был задан вопрос о межбюджетных трансфертах, об увеличении межбюджетных трансфертов именно на детскую литературу. Причем здесь речь идет прежде всего о библиотеках муниципальных, региональных. И он согласился. Правда в самом распоряжении цифры нет, но во всех документах эта цифра прошла, это 350 миллионов рублей ежегодно. Сейчас ведется активная работа в Министерстве культуры, в других профильных ведомствах, чтобы как-то реализовать это поручение. И вот Мария Александровна Веденяпина, которая вчера здесь перед директорами выступала региональных библиотек, она еще раз попросила поддержки Министерства культуры, здесь присутствовала и отдел библиотеки, и Владимир Владимирович Аристархов. Мы очень надеемся на то, что эти деньги будут, они будут ежегодными, тогда я думаю, вы согласитесь, что проблему мы сможем решить, потому что приобщение к книге и чтению безразвитой книжной среды оно невозможно. Библиотека на этом стоит и должна продолжать эту работу. Кроме того, есть, конечно, не буду сейчас долго останавливаться, ну как бы вот сегодняшние возможности. Деньги мы с вами будем ждать и надеяться, и уверена, что их получим. Но есть сегодняшние возможности, есть национальная электронная библиотека, есть национальная электронная детская библиотека. Почему я вывела этот слайд? Потому что есть так называемые виртуальные читальные залы. Это очень просто. Заходите на наш сайт, подписываете особую форму договора и получаете доступ в том числе к современной детской литературе. И тогда ваши читатели не будут обязаны читать только в стенах РГДБ, что совершенно невозможно при наших масштабах. А они смогут продолжать читать современную детскую литературу вот в этом виртуальном читальном зале. Уже сейчас открыто больше 120 таких залов по стране. Если есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь. И еще одна акция – это «Подари ребенку книгу». Наверное, многие такие акции у вас проходят в регионах, но это акция всероссийская. И чем она от многих отличается? Тем, что как раз используя возможности нашего статистического портала, вы оставляете там контакты. В хорошем случае делаете визитную карточку своей библиотеки и заполняете список, что вам нужно, что вы желаете. Список желаний так называемый. Вы видите уже цифры, сколько библиотек исполнили свои желания. Поэтому можно тоже этим пользоваться. Безусловно, это пространство библиотеки. И здесь я рекомендую обратиться в том числе к опыту Хантамантийского автономного округа, где я недавно была. Светлана Юрьевна Волженина будет вести круглый стол на эту тему. И интересно это тем, что они как раз разработали вместе с Ольгой Дубининой вот такую книжечку. Она свободна в интернете есть. «Детское пространство публичной библиотеки». То есть, понимаете, речь идет о том, что если вы обслуживаете детей, каково должно быть пространство, каким требованием оно должно отвечать физически и содержательно. Медиасфера. Безусловно, мы должны себя продвигать и уметь это делать. Не только в тех случаях, когда что-то горит или что-то затопило. Поэтому здесь тоже предусмотрен целый комплекс мер. Ну и, наконец, кадровая проблема. Безусловно, все наши самые благие начинания не будут иметь никакого выхода, если у нас не будет подготовленных специалистов. И не надо думать. Я думаю, что в этой аудитории таких людей нет. Кто думает, что, коль скоро у меня есть дети и внуки, то я прекрасно буду в библиотеке обслуживать ребенка и приобщать его к чтению. Нет, это не так. Для этого нужны и психологические, и педагогические знания, и знания детской литературы и многое-многое другое. К сожалению, ситуации сейчас все специалисты бьют тревогу. Кафедры закрыли детской литературой, библиотечного обслуживания детей. Поэтому ситуация сложная. Нужно обращаться к возможностям дополнительного образования, ну и в том числе соответствовать еще непринятому профессиональному стандарту, но у нас это над головой висит. Как только его примут, будут очень строгие требования к уровню образования, профильному образованию. Извините, пожалуйста, одна минутка. Хорошо. Для информации посмотрите, с 15 января начинается. И что я хотела вам сказать последнее, вот когда я думала об этом в своем докладе. Понимаете, вот мне кажется, самая сложная проблема будет, мы накопили с вами методики, формы работы по приобщению к чтению, дай нам хорошие новые современные книги, так мы вообще развернемся, да. Но тут важно понять, что эта программа прежде всего межведомственная. И здесь нужно налаживать не на словах, а на деле сетевое взаимодействие. И здесь есть большие возможности. Прежде всего это сетевое взаимодействие сейчас может быть со школами уже на новом уровне. Закон об образовании дает нам форму сетевого договора. Например, если вы ведете дополнительное образование детей, на что сейчас требуется лицензия образовательная, вы здесь можете обратиться к школе и под ее лицензией здесь активно работать. Точно так же с музеем, с театром, с детскими центрами и так далее. И как пример такого сотрудничества я просто очень короткую информацию вам дам о конкурсе, который будет объявлен в ближайшее время. И называется этот конкурс «Актуальная классика от Пушкина до Чехова». Этот конкурс объявляет РГДБ. И что интересно, у нее в соорганизаторах Российский книжный союз, Российская академия образования, Всероссийский музей Пушкина питерский и администрация города Таганрога. Подробности вы увидите на нашем сайте. Но я подчеркну, что вот как раз этот конкурс направлен на то, чтобы вы представляли свои межведомственные проекты, именно библиотечные, чаще всего с образованием. Очень компетентные жюри, а победители этого конкурса смогут принять участие в 12-м чеховском фестивале в городе Таганрог. Поэтому я активно всех призываю во всем этом участвовать. У нас с вами многое накоплено, сил у нас много, задора много, но самое главное – работать вместе. А если кто-то хочет узнать какие-то подробности, я всех завтра приглашаю на наш круглый стол в библиотеке Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Санкт-Петербурга. И там мы с вами можем более детально обсудить многие проблемы. Спасибо за внимание.